Добрый день! Сегодня мы будем повторять. И как я не слышала, повторять треба не починаючи с того числа, а не починаючи с кинчем погиб, а починаючи с того числа. Я сподеваю, что все знают, что означает, что число А конгруентно конгруентно числу Б за модулем М. Что это означает? Они дают однаковый лишок, приделенный на М. Тобто, А можно изображать в виде А дорівки К помножить на М плюс якийсь лишок Р, и Б можно записать якийсь Т помножить на М и плюс Р. Приделенный на М они дают однаковый лишок. Або иначе, как можно сказать? А минус поделиться на М? Нет, это понятно. А когда они конгруентны за модулем М? Когда их разница делится на М. Их разница делится на М. Какие властности конгруентности вы знаете? Чем можно 2 конгруентности додавать левую и правую часть, если вы не за тем самым модулем? Да. Тобто, если у нас есть конгруентности и С делится, то здесь выясняется, что А плюс С конгруентно, Б плюс Д. Вы понимаете? Да. Вы понимаете? Да. Який выясновок этого можно сделать? Если конгруентностью додать самому до себе К разів, то что будет? К раз. К раз. К раз. Ну а эту конгруентность мы до себе будем додавать К разів. Тоді буде КА конгруентне КБ. Тобто, конгруентность левого и правого частина можно умножить на тот самый, ну, невидъемный силий умножитель. А невидъемный можно. И что такое минус А за модулем А? Якщо, скажем, вот так. Что это означает? Минус 2. Что такое минус 2 за модулем 5? Это М минус 2. Так. Это те, что в сумме с А даст 0. А 0 за модулем М – это М. Тобто, М за модулем М – это 0. Так. Значит, можно записать так, что это М минус А. Вот. Ну, и маячи на увазе и таки лишки с подъемным знаком, мы можем сказать, что умножить можно на будь-якое число. Мы можем взять и минус А, и минус А. Так. Далее. Конгруенции можно по члену не только додавать, а и множитель. Ну, трошки сложнее доводиться, но все равно это легко показать. Так. Значит, здесь будет выглядеть, если идет от таких конгруенций, то тогда А. Умножение на С, корневый ритм, Б умножить на Д. За модулем Т. И какие звезды можно сделать висновок? Что умножение остатков? Ну, если А и С имеют остатки Р1 и Р2, то Р1 умножить на Р2? Да, будет, потому что конкретно РБ на Р2? Я трошки не так хочу. Вот за аналогией и сил висновку. Вы можете самому себе... Каразит. Каразит. Это значит, что? Висновить до степени. Да? Висновить до степени. Так. Висновить до степени. Висновить А в степени А. Будет конгруенция. Висновить до степени А. Если у нас есть степени, то нужно отметить за модулем, то можно взять основу за модулем и將ajу её вносить до степени. Так же, если есть сумма, то можно взять каждый доданок за модулем,sek και висновитьậhen. Когда у нас есть дободок, то можно каждый взяти за модулем, узлав под breaths. Потом лишки перемешать. Можно показать лишки, остачи и набережки. Ну, это все все зависит. Ну и еще одна властелизь конвенций, которая нам понадобится. Если не тут, то в криптографии строится у этого. Если у нас есть конвенция А конвенция В за модулем М, и А те самым конвенция В за модулем М, звезды выливаем. А, нет, извините. И МН их заємно пустые. Так? Какие записи вам садятся? То есть все выкрываем. Что? А конвенция В за модулем МН? Так, так. А конвенция В за модулем МН. Ну, откуда это видно? Что значит А конвенция В за модулем? Это значит, что разница А и В делится на модулем. Значит, то, что делится на взаимно простые числа, делится на их добулем. То, что делится на 2 и на 3, делится на 6. Далее. Что такое объявление за модулем? За модулем МН. За додаванием МН. Это минусом. Что такое минус 2 за модулем 7? Не, минус 2. Где? 3. Что? Минус 2 за модулем 7. Ну, какой это додатник? Что из двума даст 0 за модулем 7? 5 плюс 2. 5. Ну, 5 плюс 2 – это 7. Понятно? Что такое в целых числах? Минус 2 – это то, что с двумой в сумме даст 0. А тут только за модулем. За модулем 7. 7 – это 0. Значит, мы рассматриваем только додатние выски. Так вот, что есть минус 2? Это 5. Это то, что в сумме с двумой даст 7. Что такое минус 10 за модулем 13? 3. Ну, понятно. Но есть объявление за множение. Значит, как означается? А, минус 1 за модулем L. И что это такое? Это число, на которое нужно умножить. Ну, а минус 1, что за модулем M вийшло 1. Так. Но это не просто число. Это также лишь за модулем M. Все помните, что лишь за модулем M – это не просто числа. Это классы чисел. То есть все целые числа. Все целые числа разбиваются на классы. Класс 0 – это все числа, которые делятся на M. Класс 1 – это все числа, которые дают лишь при делении на M1. И так далее. Значит, сколько таких классов? М… 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 М – это… М… М – это… М – это… М таких классов. И когда у нас какая-то равность записана, и в кице стоит модулом Н, это означает, что мы работаем не с числами, а мы работаем с классами, за вот такими правилами, как я сейчас поспевала. Ну, значит, мне нужно сделать отступ и узнать, какие у нас есть алгебраичные структури, которые мы изучали.